На этой картине под названием «Эй, послушай!» уже знакомый приморцем художник из Южной Кореи Юмин Соксланов предлагает зрителю посмотреть на мир современного искусства его глазами. Это уже третий проект, где главный художественный музей края знакомит своего зрителя с тем, что сегодня в Корее популярно в изобразительном искусстве, с тем, какие темы волнуют художников этой страны. Так, одна из самых популярных тем, на которую размышляют авторы в последнее время, это пандемия. Во время коронавируса Бамхан Ли провел целое научное исследование, изучал цвета в штаммах коронавируса и создал цикл под названием «Танит цветов». В это время в Корее все цветет, люди в изоляции сидят, а вокруг такое цветение жизни. И он вдруг для себя приходит к другому важному кому-то выводу, что в этой трагической ситуации у всех у нас есть шанс прямо понять, как бесценен каждый человек. А Юничой в период локдауна увлеклась выпечкой десертов, которые потом дарила друзьям. А параллельно свои изделия фотографировала и создавала картины. Так родилась серия «Мне нужен десерт». Это своего рода подсказка, как преодолевать психологические проблемы. Рядом серия картин художника Сан Вон Ли. Их тема так понятна и близка приморцам. Отдых на море. Но ракурс неожиданный с высоты птичьего полета. Всего на выставке представлено 37 произведений семи художников из Сеула и Пусана. Мы живем в одном азиатско-тихьянском регионе. И мы должны понимать, что происходит в изобразительном искусстве. Как работают коллеги по цеху в других странах. Что их волнует, что они делают, какими материалами они пользуются. Тем более, что искусство Кореи, оно всегда отличается именно какой-то своей такой особой изобразительностью, своими темами, своей такой цветовой палитрой. Сеул и Пусан в объятиях Владивостока так назвали этот проект в очередной раз подчеркивая, что несмотря на границы и условности, именно искусство объединяет и дает возможность лучше понять друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok